Соловьёв лайф Соловьёв лайф Соловьёв лайф Собирал нефтишку, углеводородицу, в Венгрию и в Словакию. Ну, тут кто-то скажет, ну и молодцы, как бы труба-то у них идёт. Хоп! Что ты мне сделаешь, я в другом городе. И вот здесь странная вещь. Дело в том, что как раз Венгрия и Словакия много что могут Киеву сделать. Ну, например, на Украине тяжелейший, жесточайший энергетический кризис. И что самое важное, этот кризис не закончится завтра или через месяц. То есть они с ним заходят в зиму. И без импорта электричества, ну, прям вот начнётся совсем плохое. И если вдруг Словакия, ну и в меньшей степени Венгрия, действительно дёрнут рубильник, по которому, так сказать, ток в обратную сторону идёт, то, в общем, возникает вопрос, откуда будет браться свет в больших городах Украины. Загадка. Зададим этот вопрос нашему эксперту, коллеге Александру Фролову, заместителю генерального директора Института национальной энергетики, телеграм-канал «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, вот этот удивительный психологический феномен, значит, нелегитимных руководителей Украины. То есть, с одной стороны, они не могут не понимать, что без импорта электричества они просто вот, ну, совсем не протянут, то есть будет совсем грустно. А с другой стороны, они не могут совладать со своими тёмными страстями и перекрывают, значит, транзит нефти в Венгрию и в Словакию. Как выходить из этой ситуации? Ну, давайте немножечко контекста ещё добавим. Они всё-таки перекрыли не 100% поставок нефти, а только нефть, которая идёт от компании «Лукойл». Это где-то до 5 миллионов тонн в год. Идёт от этой компании, идёт в адрес компании «Мол», компания венгерская, но у неё предприятия в Венгрии и в Словакии, соответственно, в Венгрии и Словакии в данном случае и оказались под ударом. То есть есть один конкретный хозяйствующий субъект, в адрес которого поставлялась эта нефть. Простите, я вас перебью буквально на секундочку. Это ж труба. Вот. И там она нефть, она вся маслянистая, чёрная. Вот. И понять, какая нефть от «Лукойла», а какая от «Роснефти», ну, не представляется возможным. Ну, это не представляется возможным, с одной стороны, а с другой стороны некие... Здесь ограничение идёт на объёмы, ну, с их точки зрения. Действительно, Укртранснафта в 2019 году тихо-мирно заключила контракт с транснефтью российской на, собственно говоря, транзит нефти, потому что почему бы нет. Собственно, это очень сильно контрастировало с той истерикой, которую украинская сторона устраивала вокруг газового контракта. Тут, понимаете, то же самое фактически. Но почему-то тихо-мирно договориться удалось. Видимо, того пиар-эффекта не получалось, и поэтому спокойно подписали. Там, правда, тоже в итоге подписали, но это отдельная история. Есть заявка со стороны конкретной компании, и вот эти заявки не принимаются. Да, разумеется, оператором выступает транснефть, но там понятно, какие объёмы должны идти. Опять же, вот, исходя из планов там суточной прокачки, и вот эти объёмы не принимаются. Компания «Лукоил» уже заявила, что она на какие-то другие направления свою нефть перебрасывает. И, ну, тут, в общем-то, компанию «Лукоил» тоже можно понять. Ну, что, стоять, ждать, пока у вас тут ситуация разрешится. Нет, надо куда-то эту нефть девать. Тем более, для Российской Федерации это не столь впечатляющие объёмы. То есть, там, ещё раз, до 5 миллионов тонн в год. Там, на самом деле, порядка 4,5, но я так для простоты округляю. До 5 миллионов тонн. Это на фоне общей добычи более 500 миллионов тонн, которые у нас производятся. Ну, мягко скажем, это вот 1% от добываемой в Российской Федерации нефти. Хотя, конечно, в объёме добычи той же самой компании «Лукоил» это гораздо более впечатляющие объёмы. Но, опять же, вынесем это за скобки немножечко. В сумме в Словакию и Венгрию поставляется... Словакию, Венгрию и Чехию за год поставляется до 14 миллионов тонн. Вообще, от всех поставщиков. Из этого объёма где-то 2 трети как раз идут в адрес компании «Мол», то есть, в Венгрию и в Словакию. Итак, возвращаемся. А зачем они перекрыли? Я вот искренне считаю, на 90%, я уверен, что это не хитрый план, а это дурость, просто дурость. То есть, просто тупые люди. Ну, заметьте, мы ведь не раз за последние два с лишним года видели, как сначала принимаются какие-то санкции, а потом люди, которые санкции приняли, говорят «Ой». Притом, это ведь не только в Киеве, но и в Европейском Союзе. Притом, я лично, ну, так как по роду деятельности периодически обращаюсь как бы к их замечательным этим санкционным документам, я одновременно ещё и мониторю количество пояснений и поправок на пояснение. То есть, вы сначала публикуете пакет санкций, потом вам кто-то из хозяйствующих субъектов задаёт вопрос в стиле «Ребятушки, а вот смотрите, вот мы делаем так-то и так-то, но вот как вы написали, мы не понимаем, мы можем так же продолжать делать или уже нет?» И вот тогда Европейская комиссия, значит, макнув перо, ну, будем считать, в чернила, начинает писать, что в таких-то ситуациях вы имеете право делать то-то и то-то. Потом они замечают, что «Ой, написали неправильно», где пишется уже дополнение к этим правилам, в рамках которых говорится «Нет, мы, конечно, вот сказали так, но в вашей конкретной ситуации всё по-другому». Потом приходит... Помните, как вот Шарик, Матроскин и дядя Фёдор писали родителям дяди Фёдора письмо, вот очень похоже периодически. Это вот примерно так. Дядя Фёдор начал, потом, значит, Шарик пришёл, потом Кот Матроскин, и вот каждый дополняет. Это я вроде бы иронизирую, но с другой стороны, люди, принимающие решения о тех или иных санкциях, зачастую даже не пытаются опросить хозяйствующие субъекты из серии «Ребята, вы потянете? Ну, что вы будете делать? Как вы будете жить?» Нет, неинтересно. Мы сначала санкции введём, а потом скажем «Ой, будем придумывать, как бы так не отменяя санкции, разрешить вам продолжать деятельность». Ну, в Киеве сидят столь же талантливые руководители, мало чем отличающиеся. Ещё раз. Я допускаю, что это очень хитрый план, что это попытка политическим образом надавить на оппонентов, перекрыв почему-то не 100% поставок, а только от одной компании. Ну, это можно трактовать как, что вот они показывают, что вот мы сейчас только от Лукоила перекрыли, а мы можем полностью перекрыть. Видали, какие мы сильные и могучие. Но я подозреваю, что сначала были приняты дополнительные ограничения в адрес Лукоила, а потом сказали «Ой, ой, то есть погодите, Укртранснафта теперь не имеет права принимать эту нефть, а мы же отменить теперь не можем, это будет как-то неудобно. Ой, а что же делать? А давайте сделаем вид, как будто это был хитрый план. Как будто это не чья-то глупость откровенная, а будем надувать щёчки и до последнего делать вид, как будто это специально. То есть, если даже с той стороны будут активно подмигивать и говорить «Да-да, это мы не просто так сделали». Это не факт, что они действительно это сделали не просто так. Это может быть банально непродуманность. Но и при этом, знаете как, изменяется ситуация, и те или иные стороны видят в этой изменившейся ситуации для себя новые возможности. Например, Еврокомиссия увидела в этом возможность пнуть Венгрию. Ну вот не нравитесь вы мне, ну не нравитесь, кушать не могу. Вы там что-то от нас просите, разберитесь ситуации, надавите на своих вот этих вот визари в Киеве, а мы пока посидим, мы 90 дней будем разбираться, а стоит или не стоит, а надо или не надо, у вас как раз запасов нефти хватит. Это все здорово, замечательно. Ну то есть, Венгрию с точки зрения Еврокомиссии возможно. Это, конечно, господам политологам больше вопрос, но я вот пробегусь пока по, знаете, хрупкому льду политологии и замечу, что возможно с точки зрения членов Еврокомиссии вот, ну, удачный момент, чтобы пнуть неприятных тебе людей. Вот видели, вот вы себя неправильно ведете, и поэтому вот у вас так складываются обстоятельства. А если бы вы нас слушались, во-первых, не бегали бы со своими инициативами, а во-вторых, искали бы альтернативных поставщиков нефти, ведь Брюссель подталкивает и Венгрию, и Словакию, и Чехию к тому, чтобы они искали альтернативных поставщиков. Венгрия, Чехия и Словакия, правда, отвечают, ребят, мы поставщиков-то найдем, а доставлять-то как? То есть мы-то по трубе нефть получаем, ну, потому что других труб в необходимых объемах нету, других возможностей привести нефть в тех объемах, которые нам нужны, нету, вы что нам предлагаете, трубу строить? А почему бы и нет, отвечают, построите, погодите, но вы же говорите, что надо отказываться от ископаемого топлива. То есть мы сейчас возьмем деньги, построим трубу и, ой, говорят господа в Брюсселе, которые не до конца продумали свои рекомендации. Ну вот они увидели возможность, пнуть, пнули. Хорошо, а давайте посмотрим с точки зрения Венгрии и Словакии. Вот испытывают ли восторг? Я не знаю, может быть, испытывают, но просто его скрывают. Восторг венгры и Словакии в лице своего руководства относительно сложившейся ситуации вообще и Киева в частности, и людей, которые там... Я, кстати, не согласен, что там нелегитимны, но мне кажется, в театре абсурда, если театр абсурда возглавляет актер, то все логично. Вполне... Поэтому почему он нелегитимный? Ну, с точки зрения руководителя театра абсурда, вполне себе легитимный человек. Вот актер, он на своем месте. Вот. Значит, в восторге ли они от своих киевских, так сказать, вот, партнеров? Да нет. Я считаю, что не в восторге. Может, я заблуждаюсь, конечно же. Но мне кажется, что и венгры, и Словакии не в восторге в лице, опять же, своего руководства. И вот могут ли они теперь объяснить своим согражданам в текущей ситуации, что, видели, мы вам говорили, что вот эти вот европейские власти просто нас очень не любят, и при любом удобном случае нас пнут. Пнули. Видите, у нас складывается критическая ситуация. Насколько она критическая, пока вот, знаете, вынесем за скобки, я сейчас к этому вернусь, у нас складывается критическая ситуация, а нам не пытаются даже помочь. Нас пинают. Показывает ли это гражданам страны, что, ну, действительно, какие-то вот ненормальные люди в Брюсселе сидят, и ненормальные люди сидят в Киеве, зачем вы нам ограничиваете поставки нефти? Притом, это не первый раз-то происходит. То есть, вот это показать, ребята, смотрите, вот мы говорили, что там неадекваты, с ними невозможно вести дело. И вот они в очередной раз показывают, что они неадекваты. Кто молодцы? Мы молодцы, мы вам об этом заранее говорили. Киев не первый раз перекрывает поставки. Первый раз вообще был, пожалуй, в августе 22-го года. Знаете почему? Там было очень весело. Там вели санкции европейцы против финансового сектора Российской Федерации. Киев взял под козырек, тоже вел аналогичные санкции, и сказал, ой, оказалась, оказалась, потрясающая история, что транснефть российская, она деньги платит за транзит в адрес Укртранснафты. А ввиду новых санкций, деньги она платить не может. Точнее, наш это может и готово заплатить, а принять их нельзя. Ой, сказали, а ну а раз нельзя принять деньги, то как можно осуществлять транзит? Никак. Тогда Венгрии взяли на себя это право, эту обязанность платить за транзит. То есть сейчас за транзит нефти, который идет вот в эти три страны, Венгрию, Чехию и Словакию, которые получили исключение с шестого пакета санкций, оплачивает Венгрия. И серии, ну ладно, раз такие дела. Понятно, да-да-да, я помню этот момент, да. Но видите, как хохлов надолго не хватает. Вот, терпели полтора года, а вот опять тема всплыла, и в общем, так сказать, показали... Не, почти два, не надо, почти два года. Да, почти два, и снова показали удаль молодецкую. Ну посмотрим, теперь, в общем, как бы важно, чем, так сказать, ответят купечество, Словацкое и Венгерское. Вот это вот главный вопрос, но мы потерпим, посмотрим. Александр Сергеевич, спасибо большое, что прокомментировали. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, телеграм-канал «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым. Я еще одну тему хотел бы, ну, хотя бы кратенько коснуться. Мне кажется, она важная. Некий украинский центр социальных исследований, по-моему, это Разумковский провел опрос среди украинцев. Цифры там такие, 78% утверждают, что не считают русский родным. 78%, прошу запомнить. 70% утверждают, что не пользуются русским языком в быту. 70%. Но цифры, конечно, смешные. То есть вот я, когда говорю, что украинство – это осознанный политический выбор, и, в общем, к нему нужно относиться с известной иронией. То есть, ну, как там, человек может идентифицировать себя каким-нибудь, ну, там, трансгендером. Человек может идентифицировать себя, как известно, мужчиной, женщинам или интерфлюидом. Действительно, это так. Человек может себя идентифицировать и украинцем. Даже если он от самого рождения говорит и думает на русском языке, даже если у него русская фамилия, и он, в общем-то, понимает, что его папа, мама, дедушки, бабушки, все там до четвертого, пятого колена, вот сколько он знает, они действительно все были русскими, а вот он себя идентифицирует как политический украинец. Но тут есть один парадокс. Ты себя можешь идентифицировать кем угодно, ну, тем более, что, в общем, эти вещи, они меняются, ну, достаточно быстро в исторических масштабах. Но при этом, как мы помним из знаменитого советского телефильма многосерийного «17 мгновений весны», думаешь ты или во сне разговариваешь, ну, а женщины при родах кричат на русском языке. Это такой очень важный там, очень точный психологический момент. Вообще, это, наверное, самый пронзительный момент в этом фильме. Вот то же самое и с политическими хохлами. Ты, конечно, можешь даже шеврон носить, ты даже можешь там трезуб себе набить, ну, правда, чтобы потом его мучительно сводить. Не важно, там, перед поездкой в аэропорт Шереметьево или в каком-нибудь другом месте, это будет, повторяю, это не важно. Но думаешь-то ты, сны тебе снятся все равно на проклятой российской мове. Но это только одна часть. Она достаточно очевидна, и на ней не стоило бы вообще останавливаться. В конце концов, это дело следующего этапа, который, в общем, постепенно на Украине наступает. Вот, когда многим будет больно, когда многим будет стыдно, и люди, в общем, эту психологическую травму будут каким-то образом изживать. Но я бы обратил внимание на те 30% людей, которые после нескольких лет жизни в абсолютно фашистском, репрессивном государстве продолжают даже на социологическом опросе прямо и честно говорить. Да, я считаю русский язык родным. Да, я разговариваю в быту, то, что называется, на российской мове. Вы просто представьте себе на секунду, ну, какая просто человеческая смелость нужна для того, чтобы вот сейчас, в июле 2024 года, на Украине так отвечать. Это, собственно, ну, вот всем тем, в том числе, кто говорят про хохлов, про то, что там нету наших, про то, что они нас продали и все остальное. Кто-то продал, кто-то нет, кто-то боится, кто-то не боится, кто-то, ну, тут я слегка в сторону отойду, кто-то исповедует Христа, а кто-то от Христа отрекается. Вот так вот. Вот, поэтому мне кажется, важно не забывать об этих людях. Ну, они не могут, на самом деле, простой человек не может ничего с этим сделать, ну, объективно. Он не может записаться в партизанский отряд, потому что нет никакого партизанского отряда. Он не может уехать даже, скорее всего, из этой страны, потому что границы закрыты. Ну, вот максимум, что он может, это на опросе общественного мнения не побояться сказать, что да, я считаю русский язык родным. И я говорю на русском языке. А за этот самый русский язык, да, идет война, за этот русский язык убивают, за этот русский язык мучают, пытают, насилуют. Вот, вот что происходит за русский язык. Вот так вот. Вот такой вот вам сюжет в дополнение. И это после 70 лет до мягкой украинизации в Советском Союзе. За 22 года жесткой украинизации, повторяю, жесткой украинизации при Незалежной Украине. Это то, что я наблюдал своими глазами. И за 2,5 года абсолютно репрессивной, насильственной украинизации, которую мы наблюдали уже через линию фронта. Вот такой вот ответ. Вот такие вот люди. Вот такие вот люди из железа и стали. Мой им поклон, мои им добрые слова, моя им признательность просто за то, что они есть на самом деле. Вот так вот. Они и есть наши. Вот когда мы говорим, кто наши, а кто не наши, вот они наши. А есть, да, есть очень много не наших. Конечно, с ними будет отдельный разговор, но чуть попозже. Жизнь, она удивительна. Она, в общем, выпрямляет в том числе и горбатых, как говорит Дмитрий Стешин. Там горбатых тоже будут выпрямлять. Разные новые открывающиеся обстоятельства. Соловьев Лайф